Добрый день, с вами Дивная Лока Натурсад И сегодня мы прогуляемся по холодной теплице Теплица у нас не отапливается Здесь зимой было минус 3 градуса Вот здесь у нас растут драгоны Отлично перезимовали Вот такие все стебли Крепкие, хорошие, здоровые В этом году уже будет достойный урожай здесь Здесь у нас растет гуава Вот так вот за зиму при минус 3 Она не то чтобы не скинула плоды, не скинула листья Вот у нее вот такие грозди плодов образуются И она еще даже умудрилась зимой цвести и завязывать плоды Вот она не требует опыления Такое вот очень интересное растение У нее тоже уже начинают новые побеги образовываться Я думаю она скоро уже обильно зацветет Сейчас мы будем черенковать ее Подрезку делать, веточки будем укоренять на будущую посадку Она хорошо черенкуется Я одну веточку даже в прошлом году просто срезал Воткнул в землю и она прижилась Это у нас такой красавчик апельсин торока Такой вот он варегатный Уже крепкий, здоровый, вымахал такой Но еще не плодоносил у нас он Пропустил он урожай Вот остальные все цитрусовые у нас хорошо плодоносили Этот апельсин пока нет Ну ждем от него урожая в следующем году Это фрагола, это сицилийский апельсинчик Тоже попробовали красную мякоть плодов Очень вкусный Здесь у нас еще немножко грейпфрудов есть Вот такие вот чудесные плоды Ждем пока их еще не торопимся срывать Пусть дозреют В общем-то цитрусовые могут долго держаться на дереве Здесь вот, кстати, этот черенок Веточку, веточку гуавы я отрезал И вот так вот воткнул в землю, она растет Здесь у меня еще одно место осталось Я, правда, две ветки Одна прижилась, вторая нет Ну вот, зачеренкуем, посадим Здесь вот у нас египетский апельсин Очень урожайный И такой невероятно сладкий апельсин Я уже даже вижу, что здесь вот уже Уже есть маленькие завязи апельсинов Вот все веточки уже усыпаны бутонами Вот-вот, скоро активно зацветет Вот каждая веточка вся усыпана бутонами Вот здесь у нас два дерева И оба дерева прямо будут нас радовать скоро своим цветением Ну а там уже дальше мы посмотрим Как будут завязываться плоды Вот тут уже даже вижу Вот такие маленькие плодики Образуются цветения Так что будем дальше наблюдать за этими растениями Там у нас по заднему ряду лимоны Один лимон А, мэр, мэр у нас там И, по-моему, павловский Два вида лимонов Сейчас мы их тоже очень так активно подрезаем Делаем такую весеннюю обрезку И заодно на ветки, которые нам не нужны Которые мы будем срезать Мы на них делаем прививку Вот они тоже, кстати, вот уже цветут понемножку Уже веточки с бутонами А сюда мы на эти вот веточки прививаем каферлайм Вот так делаем прививочку Делаем прививку Укореняем Потом здесь делаем воздушную отводку Каферлайм не черенкуется, не укореняется Потом делаем здесь воздушную отводку И у нас такой хороший штамбик получается каферлайма И вот внизу у нас еще две веточки привиты И мы точно так же делаем еще на одной ветке Две воздушных отводки И у нас получается, можно сказать, два саженца с одной такой ветки Это ветки такие одногодки Они выстреливают вверх Мы стараемся оставлять ветки, которые идут в перспективе Будут наклоняться На них очень хорошо завязываются плоды То есть на боковых побегах Так, вот здесь я показал вам Здесь у нас еще кумкват Дозревает потихонечку Здесь у нас это кориса Тоже интересное растение Ягодки Это такая тропическая слива Ну не знаю, и на сливу не похоже Вкусненькая Ну вкусненькие такие ягодки получаются Здесь у нас каферлайм Вот он тоже некоторые уже веточки цветут Мы здесь высадили целый ряд Это в прошлом году мы посадили маленькие саженцы каферлайма Вот здесь даже на одном, на маленьком растении успели плодики завязаться Вот такие красивые плоды каферлайма Вот такие листики у него в виде восьмерочки Вот если посмотреть на листик Вот так вот выглядит Очень ароматный лимон Мы листья используем в кухне Вот на малыше тоже парочку лаймиков выросло Где-то даже вот я смотрю зацвел Завязал маленький еще плодик Вот здесь на макушечке тоже плодик завязал Ну то есть такой лимон, который может свести У него такое может быть продолжительное цветение Он не один раз цветет, несколько раз И вот так вот периодически он в течение лета может завязывать плоды Тоже уже приходит в активную фазу роста Уже я смотрю, почки проснулись Уже вот он пустил маленькие росточки Не знаю, как настроить Не видно Не сфокусировался Ну и здесь я посадил несколько растений Фраголы Это вкусненького апельсина С красной мякотью Четыре деревца И уже на этих растениях Я уже собирал плоды Можно себе представить Вот такие вот маленькие апельсины Уже давали урожай И если вот сейчас вот посмотреть Вот я сейчас попробую аккуратно все это сделать Показать Вот веточки молодые Так, сейчас сфокусирую Они все усыпаны бутонами Не хочет настраиваться Так, попробую подальше Вот, вся веточка усыпана бутонами Прямо очень обильное цветение Ну я думаю, что я еще про них сниму видео В ближайшее время Вот такие чудесные апельсины Ну вот здесь бутончики уже покрупнее Здесь уже видно Вот такие малыши Цветут уже очень активно Такой вот чудесный Чудесный апельсин Очень вкусный Сладкий С такой легкой кислинкой Вот здесь мы посадили Наши друзья из Узбекистана Нам прислали Узбекские лимончики Которые желтые Сладенькие Вот мы посадили себе Три растения Здесь у нас Тайский лайм Вот лаймики Вот такие вот маленькие Вырастают Вот тоже Очень маленькие растения Мы посадили здесь Три деревца Вот здесь у нас мандарины Мандарины отлично Отлично тоже росли Плодоносили В этом году пробовали Свои мандарины А сейчас покажу Как мы Маракуйя обрезаем Я вот сколько снимал Видео про маракуйю И вот это было такое Пышное растение И вот что мы от него Оставили Две веточки С которых уже пойдет Перспектива Плеть в стороны Мы не знаем Мы его очень кардинально Подрезали Когда оно зацветет Ну уже Время покажет Экспериментируем С растениями Так что вот Такая у нас теплица Вот с мушмулой У нас к сожалению Ничего не получилось В этом году И я так понял Что это Связано с опылением Одно растение Но нужно перекрестное пыление Нужно еще Хотя бы одно растение Потому что Зимой она цвела Здесь в общем-то Двери Когда солнечная погода Были все время открыты Сюда залетало Очень много пчел Пчелы опыляли Но Я даже не вижу Ни одного плода Чтобы он завязался Здесь Вообще ничего не видно Скорее всего Это Только Из-за пыления Вот я посадил Уже на улице Несколько саженцев Мушмулы Будем ждать Когда там подрастут И тогда можно будет Получить Хороший урожай Этих вкусных Вкусных плодов И здесь у нас еще А вот кстати Что перезимовало Минус 3 Выдержало Это ананасы Спокойно Выглядят они Конечно Немножко так Весной Как все растения Пожухли слегка Вот Лемонграсик У нас Тоже пережил В теплице Потому что Нету ни ветра Ни дождя Поэтому Такая температура Для него не страшна На улице Он даже у нас В 0 градусов Уже погибал А вот Это Гуава Псидиум Тоже Уже вся В бутонах Тоже Очень приятные Вкусные Ягодки У нее Цветет Она почти Без перерыва Интересное Растение Так Здесь я вам еще Покажу У нас здесь Алоэ Растет Вот Это алоэ Мы собираем Кстати Оно Второй год Подряд Уже Тоже Пускает Стрелочки Уже Вот я вижу Будет Свистеть Вот Выходит Начинают Выходить Стрелочки Попробую Опылить Просто Интересно Даже Нисколько Да Она Размножается Очень много Отводков Дает Но Интересно Было Попробуйте Семян Вырастить Алоэ Будем Пробовать А это Агава Из Абхазии Вот Такая Красивая Ей Здесь Нравится Мы Ее Здесь Вообще Не Поливаем Она У нас На Отшибе Такая Яркая Красивая Ну Это Как Мы Сделали Здесь Материнские Растения Чтобы Можно Было Ее Немножко Разводить Парочку Посадили Здесь Вот Так Вот Деточки Деточки Выходит Раз Одна Пошла Очень Быстро Растет Это Я думаю Полтора Года И Из Вот Такой Маленькой Девочки Уже Вырастает Вот Такая Агава Папайя Кстати Тоже Минус Три Градуса Это Индийский Сорт Папайя Ну Макушка Сгорела Из-за Того Что Уперлась Совсем В крышу А Так Листья Еще Живые Боковые Веточки Можно Оставить Будет Которые Будут В продолжении Растения Расти Вот Кстати Лимон Уже Вот Так Зацвел Активно Февраль Месяц Природа Уже Просыпается Цитрусовые Уже Начинают Свести Сейчас Вот Эти Все Веточки Которые Вверх У нас Стремятся К крыше На них Бутоны Не образуются Бутоны Все Образуются Вот Именно На Плакучих Ветках Которые Свисают К земле А Вот эти Верхние Ветки Мы их Будем Убирать Но мы Их Не сразу Убираем Мы Сейчас На них Прививку Делаем А потом Воздушную Отводку И у нас Получится Вот Большое Приличное Количество Саженцев Подрезка И Саженцы Соответственно Уже будут готовы Лимонов Вот Хотел Вам Поделиться С нашей Такой Прохладной Теплицей Как у нас Здесь Все Растет В ней Так что Всем Большое Спасибо За то Что с нами Будем Дальше Делиться Своими Видео Рассказывать Как у нас Здесь Все Устроено Как Все Происходит Какие Растения Растут Вот Еще Камукватики Всем Большое Спасибо Доброго Дня До Скорой Встречи